Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся вместе разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни нашего Одинцовского района. Не так давно у нас прошли выборы в новый орган. Это все та же общественная палата, но уже третий созыв. Новые люди, новые интересные, будем надеяться, инициативы. И будем надеяться, что новые проблемы, которые они смогут вместе с нами и с вами, наши уважаемые зрители, разрешить. В наших гостях сегодня представители администрации Одинцовского муниципального района Надежда Борисовна Дмитриева. Добрый вечер. Надежда Борисовна очень известна. В районе специалист по связи с общественностью, старший инспектор отдела по работе с общественными объединениями и территориями. Добрый вечер, еще раз. И также сегодня Татьяна Владимировна Лукьянова у нас в гостях. Товарищ и коллега Надежды Борисовны. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Почему их тоже нужно избирать? Потому что у нас желающие молодежи и старшего поколения, которые хотели бы себя ощутить на поприще работы именно с проблемами, с решением проблем нашего района, очень много. И вот такой орган, как общественная палата Одинцовского района, она позволяет провести вот такой мостик, связующий звено между органами исполнительной власти и непосредственно общественностью и жителями Одинцовского района. А неужто теряется все-таки голос народа, например, если человек сидит в администрации? И неужто, если человек работает в администрации, то его работу сложно понять людям? Неужто этот мостик действительно так необходим? Я думаю, что да. И не только я. Раз у нас создана такая общественная палата не только на нашем уровне Одинцовского района, у нас общественная палата на уровне региональном, Московской области и федеральном уровне. Там входят люди, достаточно уважаемые, знаковые люди, которые помогают решать проблемы и регионального, и федерального, и районного уровня. Так что и наша палата ничем не отличается, не хуже, зачастую лучше принимает участие в решении этих проблем. Я правильно понимаю, что во время избирательного процесса наши жители не выбирали 100% комплекта третьего созыва? Часть людей, насколько я понимаю, предлагала область, часть еще откуда-то. Из Совета депутатов были некоторые предложения. Расскажите, пожалуйста, как в принципе этот механизм работает? Это немножечко не так. О том, что кто выдвигается в кандидаты в общественную палату, это мог быть любой представитель Одинцовского района, человек, который прописан в нашем районе или зарегистрирован от 18 лет, по желанию, независимо от возраста. Выдвигались все, кто пожелал, но из 218 кандидатов подали свои документы, из этой команды проходит только 45 человек. 45. Дальше идет небольшой фильтр. 15 человек, то есть треть кандидатов отбирает губернатор по губернаторскому списку, то есть три треть команды, то есть 15 человек, избирается Советом депутатов, утверждается Советом депутатов. И 15 человек утверждает списочный состав общественной палаты Московской области. То есть у нас 45 человек, они проходят вот такой трехслойный фильтр. Насколько могу судить, получается, что в любом случае в общественной палате не может оказаться случайный человек. Это в любом случае личность, которую либо знают на уровне Московской области, либо знают в районе, на уровне депутатского корпуса, правильно? Либо, собственно говоря, опять же, общественная палата Мособласти работала с этим человеком и его предложила, правильно? Ну, подразумеваются такие, конечно. Проход случайных людей, он не исключен. Потому что вот предыдущие выборы показали, что когда избрали первого созыва в состав общественной палаты, в течение полугода-года у нас была достаточно большая ротация кадров. Потому что люди вначале шли, думали, что здесь или будут платить деньги большие, или пытались решать как-то свои личностные интересы, какие-то проблемы решать. А когда поняли, что финансирования никакого нет, что идет работа вся на общественных началах, в личное время люди приходили на заседания, на рабочие группы, на круглые столы, на выезды. И остались только те люди, которым это очень интересные, которые в состоянии решать проблемы именно Одинцовского района, жителей помогать и участвовать во всех процессах Одинцовского района. Скажите, а изменится ли каким-либо образом вот сейчас с третьим созывом в общественной палате вопрос с бюджетированием? Потому что, например, второй созыв работал исключительно на общественных началах. Члены общественной палаты и, собственно, практически карманы, из карманов предприятий, которые они там возглавляли, предположим, занимались, собственно говоря, привлечением средств к массовым каким-то акциям, мероприятиям и так далее. А сейчас что-либо изменится или это по-прежнему исключительно активистская организация? Исключительно. На общественных началах и на свои собственные средства. Потому что вот члены общественной палаты, я знаю, что даже какие-то акции проходили благотворительные, там, в помощь детям-инвалидам или ветеранам или пенсионерам или погорельцам. Все это на общественных началах. Они собирали деньги, делали такую общую копилку. Потом все вместе приезжали на эту акцию, приглашали средства массовой информации. Часто телевидение было с этой командой. И все мы видели результаты, только это работали. Татьяна Владимировна, я знаю, что вам приходилось по долгу службы работать плотно, непосредственно с нашими общественниками на их акциях, мероприятиях и так далее. Вот личная ваша оценка как человека и как специалиста из администрации Одинцовского района. Кто вообще сегодня идет в общественники? Что это вообще за человек? Ну вот я сидела, например, на приеме документов в одном из пунктов. Людей пришло много, люди все очень интересные. Я со всеми тоже пообщалась и мне понравились. Люди активные, желающие как-то помогать тоже своим жителям нашего города, нашего района. И, в общем-то, со многими я уже даже подружилась, потому что люди, в самом деле, интересные. Общительные, открытые, позитивные. Очень даже мне понравились наши активности. То есть, получается, сколько такой созыв средний, сколько действует? Два-три года, правильно? Три года. Три года. За три года, конечно, многое можно сделать, но далеко не все. Многие ли сейчас перейдут из, скажем, второго созыва, попробуют свои силы, испытают себя и дальше? Они подавали заявки, да, тоже. Ну, не все, скажем, скажем, но самые активные, самые целеустремленные, самые-таки наши звездочки. Ну что же, давайте тогда поговорим непосредственно про выборы. Знаю, что организация во многом легла на ваши плечи. Сколько было избирательных участков? Как вообще была организована работа? Ну, я, наверное, начну с того, что у нас было четыре пункта приема. Это у нас были Горки. Это Горки-2, Голицыно и в городе Одинцово, в волейбольном центре, это самая центральная часть площадки нашей, и в Доме культуры Солнечной. Мы планировали, что на всех этих четырех зонах у нас будут проходить и выборы, но, посмотрев статистику, сколько людей пришло, принесло документы, мы приняли решение, что, пожалуй, будет только в Доме офицеров. У нас, например, в Доме офицеров, ой, в волейбольном центре 188 заявок подали, в Доме культуры Солнечной 10 всего, в Голицыно 15 и в Горках 2, 5 заявок всего было. То есть принято решение, что проведем только в одной точке выборы. Провели также мы четыре встречи. Вот здесь очень интересно. Если в предыдущие выборы мы устраивали, вернее, не устраивали, а Московская область порекомендовала нам проводить электронные рейтинговые голосования, то в этом году отказались от этого опыта и решили организовать четыре встречи в нашем Одинцовском районе. Они проходили по вечерам, это было вечернее время, где-то с шести и до восьми, два часа. Как раз люди успевали приехать, кто из Москвы, кто своей работой приходил. И мы предоставляли площадку для общения. Очень было интересно наблюдать за этой категорией, потому что пришло более 150 человек на эти встречи. Очень много было людей новенькие, которые еще первый раз идут в общественную палату. Они приходили даже не по одному, а по три, по четыре раза. Между собой общались, они менялись телефонами, брали за это электронную почту. То есть на этапе даже таком ознакомительном сдаче документов и диалогов они уже приобретали свою аудиторию, свою электоральную базу. И когда приходили на выборы, я знаю, что каждый приходил со своей уже обоймой, за кого он же будет голосовать. Так как у нас во время выборов можно поставить 45 галочек, 45 кандидатов, чтобы прошли. И вот люди набирали такой вот очень интересный опыт. Они все такие живые, энергичные, немножечко гипертрофированные, даже зачастую эмоциональные. Но шли уже с обоймой тех проблем, которые они хотели бы решить. А много у нас таких вот энтузиастов, новых людей? Действительно, вот насколько свежая кровь в третьем созыве будет, возможно, ключевым фактором в успехе или, наоборот, в неудаче, которую эта организация ждет? На ваш взгляд. Ну, вообще сейчас судить очень сложно. Очень сложно. Я знаю, что предыдущий созыв, да, команда идет, идет плотно. Потому что, я знаю, они приходили со своими помощниками, со своей командой, те, которые их поддерживали. Это не только члены общественной палаты. Те люди, которым помогали эти члены общественной палаты в течение предыдущего созыва. Приходили родственники, приходили студенты. Мы знаем, что в этом году даже можно было голосовать с 14 лет, правильно? Даже вот такие звездочки, совершенно юная молодежь, и то к нам подходила и опускали в бюллетени. А то, что кто победит, кто пройдет, это уже мы посмотрим. Это покажет время, как говорится. Татьяна Владимировна, к вам вопрос по поводу непосредственно избирательных участков. Расскажите, пожалуйста, как они были организованы, кто вообще на них работал? Мы позвали волонтеров, помогали нам. Избирательный участок на выборы, вы имеете единый день голосования, да? Конечно, да. Да, 22-го, что это происходило у нас в Доме офицеров. Да, мы подготовили пункт, то есть мы непосредственно с Надеждой Борисовной готовили этот пункт. Нам помогали наши вот тоже практиканты к нам приходили, да, проходить практику. Они нам тоже помогали в этом. Волонтеры тоже подтянулись, помогли нам в этом. А что за организации волонтерские? Вообще у нас на выборах основополагающей была избирательная компания, молодежная избирательная компания нашего Денцовского района. Это молодые энергичные ребята. Мы в основном, вот как администрация, да, были там, ну, немножечко невидимые, потому что это вот такая рутинная работа, обеспечить урнами, обеспечить кабинками, посмотреть, чтобы безопасность у нас была в порядке, чтобы приоритет скорой помощи был организован. Потому что это большое скопление народа, оно подразумевает ряд таких серьезных манипуляций, которые мы обязаны были выполнить. Мы проинформировали через средства массовой информации дату, время, место проведения единого дня голосования, потому что это очень серьезно. Во всех средствах массовой информации и в наших газетах, и на сайтах, и на сайте Одинцовского района, я знаю, что и в таких основных пунктах скопления народа мы тоже информацию эту предоставляли, чтобы приходили люди на выборы. А в день голосования мы по рекомендациям рабочей группы Московской области, у нас вот эти все функции избирательных технологий были переданы в руки молодежного парламента нашего Одинцовского района. Команда очень интересная, ребятам было приятно с нами работать, мы все обеспечивали рабочий и текущий процесс. Они занимались регистрацией, проверяли паспорта очень строго, четко, проверяли в урнах, чтобы никто ничего не набросал, опечатывали вот этот процесс как настоящие взрослые выборы, следили за тем, чтобы не было никаких вбросов. Если кто-то пытался просунуть свой агитационный листочек, тут же у нас команда подходила и говорила, что это в это дело нельзя. А были такие случаи? Да, были попытки. Случаев не было, но были попытки. Увидели. Так что это были такие очень интересные выборы. Ну что же, фактически практика показывает, что каждый созыв общественных организаций, в особенности общественной палаты Одинцовского района, предлагает что-то новое, что-то необычное, инновационное. В частности, как раз таки вот уже закончившая, завершившая свою работу общественная палата второго созыва в свое время выступила с инициативой организовывать выездные приемные дни, когда они могут выезжать в поселение и на месте общаться с людьми. Я сейчас предлагаю вам, а также вам, уважаемые телезрители, посмотреть наш архивный материал о том, как вообще общественная палата на местах работает с вами, с населением нашего Одинцовского района. В общественную палату зачастую обращаются люди, не удовлетворенные работой местных властей или желающие получить консультацию. Полагаясь на опыт прошлых лет, во многих поселениях составили особое расписание приема. В некоторых поселениях, которые, например, как Одинцово, большие или которые разделены каким-то образом, как, например, горское поселение, лесной городок, проводим два приема по двум пунктам. Люди могли оставить предварительные заявки на сайте общественников. Как и ожидалось, приемные посетили многие. Проблемы большинства актуальны и неотложны. У нас очень много детей и маленькая школа нас просто не вмещает. У нас переполнена школа. Плюс еще нам приходится учиться во вторую смену. Это значит, что дети в следующем году будут лишены спортивных секций, к сожалению. Мы просто будем не успевать. Выездной прием по обращениям граждан организовали во всех поселениях района. Работали все девять комиссий общественной палаты. У тех, кто принимает сформированную группу уже давно, не в первый раз, они знают проблемы этих поселений и могут на какие-то вопросы сразу отвечать. И рассказывать, в каком состоянии, что происходит. У всех есть мониторинг обращений по этим поселениям. Общественная палата уже давно пришла к идее о выездных приемных. Ведь ее основной инструмент – это постоянная обратная связь с жителями. Продолжение следует... В нашей студии еще одного гостя Илья Патович Савельев. Добрый вечер. Добрый вечер. Илья Патович, в общем, уже известный в районе, член тоже общественной палаты второго созыва, комиссии по науке и образованию. И в том числе сегодня нас в первую очередь интересует, что вы председатель молодежной территориальной избирательной комиссии Одинцовского района. Правильно? Все правильно. Ну, замечательно. Илья Патович, у меня к вам первый вопрос. Вы не поверите не по поводу выборов, а по поводу вашей дальнейшей работы. Вы во втором созыве работали довольно активно в третьей. Подавали документы? Я, да, подавал. Но потом отклонил документ. Почему? Потому что, как будущий председатель избирательной комиссии, не имею право быть кандидатом. А также до срочи сложилась я полномочия общественной палате второго созыва, чтобы выборы были честные. Вообще как-то собираетесь участвовать именно в деятельности общественной организации, любой в нашем районе, в том числе общественной палаты? Да, планирую заново подать документы на консультанта-эксперта. Да, будем сначала начинать, получается. Может быть, а может быть сразу членам порекомендуют сделать. Потому что мы проводили единый день рейтингового голосования, смотрели рейтинг новых людей, которые хотели себя показать, что они общественники. Не ошибаюсь, очень Барвиха показательно показывает себя сейчас эти барвихинского поселения. Активно действует ребята, да? Вот и все вкратце. Скажите, пожалуйста, что вас интересует в плане общественной работы? Ты знаешь, что, как я и сказал, наука и образование была, скажем так, в центре вашего внимания ранее. Что сейчас? То же самое. Наука и образование, молодежная поэкспертия втянут в этот процесс, в эту сферу. На данный момент являющаяся членом Международной избирательной комиссии Московской области. Так что вот это уже волей-неволей. Ну, сейчас, смотрите, у нас такое время без времени, без общественной палаты мы живем. Поэтому, я думаю, вы можете говорить все, что захотите. Я не думаю, что для вас это какое-то будет последствия иметь. А что нужно изменить? Вот вы работали по науке, по образованию. Комиссия действовала много лет. Наверняка были какие-то взлеты и падения. Вот по-вашему, что нужно с новым составом, с новым созывом сделать нового? Во-первых, я могу сказать, что очень доволен был работой комиссии по науке и образованию. И доволен здесь работой действующей еще председателем Севры Оксаны Григорьевны. Что поменять, ничего менять не надо. Только маленькое пожелание, побольше членов в эту комиссию. Потому что комиссия сложная, много у нас детских садов, школы. И не успеваем, как и вся общественная палата, в основном комиссия, не успевают обрабатывать. Побольше активных жителей. Всего их 218 было на выборах. И, надеюсь, все эти 218 касте членов и касательных экспертов будут вместе работать и решать эти вопросы. Я же так понимаю, вы ездите в том числе по проблемным стройкам, если речь идет об образовательных учреждениях. Правильно? И, соответственно, если такие сложности возникают, у вас фактически сколько? Четыре человека занимались этой работой? Четыре-пять. Четыре-пять человек. То есть, наверное, еще и рук не хватало банально. Ну, я про это и говорю. Больше рук только. А их пожелания. Ну что ж, давайте тогда вернемся к нашей основной теме. К конкретным выборам. Надежда Борисовна, наверное, к вам этот вопрос в первую очередь. Кто вообще подавал документы? Есть ли какая-то статистика по возрасту? Что это за инициативные люди наши? Ну, здесь можно проговорить, что, например, среди молодежи от 18 до 30 лет у нас подало заявки 25 человек. А такого уже взрослого возраста с 30 до 60 лет 160. И старше 60 лет 33 человека. 58 человек – это консультанты и члены общественной палаты. То есть, это команда, которая уже работала, трудилась на поприще общественной палаты. Очень ярко проявили себя ребята из общественного совета Барвихинской. Пять человек подали документы. И очень много, я смотрю, на выборы приходили из их команды и голосовали за ребят. И достаточно активные, интересные люди. Представители сферы образования – это учителя, директора школ, воспитатели, заведующие детских садов. 38 человек. Потому что я думаю, что команда будет достаточно насыщенная. Вашей рабочей группой и комиссией именно по образованию. Здравоохранение немножечко поменьше. Где-то около 5-6 человек было. Индивидуальных предпринимателей 5. Пенсионеры у нас шли. Так что остальные уже 2-3-4 человека. Илья Патович, а как считаете, вообще сдюжит ли молодое наше поколение, вот сейчас, например, работал в комиссии науки по науке и образованию, или там все-таки нужен какой-то особенный опыт и, быть может, даже опыт педагогического характера? Не обязательно. Я сам начинался в 17-летнем, не имея опыта, и учился год-два у старших коллег, помогая. И я за этот метод, чтобы сначала снизу начинали, мы именно молодежь с ним говорим, и потихоньку росла участие на опыте старшего поколения. В первую очередь. Требственность нужна. Ну что же, расскажите, пожалуйста, непосредственно про избирательный наш процесс, как он у нас проходил. Я так понимаю, вы в том числе участвовали в организации непосредственных точек для голосования и так далее. Поделитесь. Ну, мы обустроили избирательный участок, у нас были ширмы, были урны, и на всего было 10 человек в комиссии, потому что ябка ожидалась большая, ябка была очень хорошая. Мы в зеленой зоне находимся по активности в области, если сравнивать. И процесс был очень простой, как на обычном голосовании, даже немножечко по упрощенной системе. 10 человек регистрировало, на регистрации работало, где приходил человек, показывал свой паспорт, обязательно должна была быть Одинцовская европейская. Его регистрировали, выдавали ему бюллетень, объясняли, как заполняется этот бюллетень, там от одного до 45, объясняли, почему так, и провожали либо в кабинку закрытым голосом, если он хочет тайный процесс, либо мы поставили еще остальное, чтобы было в открытую, если это инициативные группы вместе идут, как, кстати, при Барвихе, это общественный. И они там голосовали до 17.00. Участок как раз-то работал с 10 до 17.00. Вот, также у нас было культурное мероприятие, мы показывали там фильмы через проектор. Потом это была у нас живая музыка на втором этаже, это спасибо директору Думы офицеров и творческим коллективам, которые там обитают. И выборы очень всем понравились. Приезжали гости из области. Да, у нас была очень серьезная проверка, просматривали все пломбы, что было все печатано, посмотрели, что урны у нас были прозрачные, все бюллетени были видны, команда Ильпатовича очень четко работала, была строга ко всем нарушениям, если вдруг что-то подходило, или с пропиской, вот из Смоленского у нас была команда, три человека, они так вначале просили, потом требовали, дайте нам, в общем, свои права и обязанности, мы должны исполнить долг, хотим проголосовать, но избирательная комиссия была непреклонна к этой теме. Сказали, извините, голосуйте в Смоленске или приходите, когда вы. Это тот случай, наверное, когда, в общем-то, своих и надо сажать на подобные места, ведь общественные организации, это организации, которые занимаются непосредственно актуальными вопросами жизни конкретных населенных пунктов, если ты не знаком с ними с детства или, по крайней мере, долгие годы, то, пожалуй, ты не можешь эту работу выполнить. Илья Патович, у меня к вам такой вопрос по поводу, насколько я понимаю, продления сроков подачи заявок. Я так понимаю, что был такой факт в этом году у нас. А с чем он был связан вообще? Все очень просто, очень много желающих было людей. А было новое требование, это справка о судимости. Об отсутствии. Об отсутствии, спасибо, что подправили. И, к сожалению, многие не успели подать документы на справку. Из-за этого пришлось продлить. Я думаю, это было правильно. Я еще даже знаю, что большинство еще даже не успело подать документы. Если бы мы еще продлили на неделю, еще бы шли бы и шли бы. Потому что, когда мы закрыли, прямо только Таня Борисовна за это отвечала, если не ошибаюсь, по-моему, еще приходили даже люди. Да. Так как был продлен срок, это было очень хорошо. Потому что у нас, как обычно, маховик, он запускается очень медленно, долго. В наш раз раскрутился, то справить не легко. А раскрутился, остановить очень сложно. И вот эти 7 дней, они нам очень помогли и очень нужны были. Я хочу немножечко еще сказать, избирательная комиссия наша, молодежная. Мы еще в Барвихе первый раз встретились, столкнулись с Ильей Патовичем на выборах. Он ощутил весь процесс, сложность этих избирательных технологий, как нужно делать, что нужно делать, и с выносными уровнями, и с регистрацией, подсчетом голосов. А в этот раз здесь уже как бы шлифовка той работы, той практики, которую получили на выборах в сельском поселении Барвихинское. Если говорить о составе общественной палаты, нет ли необходимости, на ваш взгляд, как человек, который изнутри видит систему, и, Надежда Борисовна, на ваш взгляд, как человек, который работает с общественниками нашими, нет ли необходимости в изменении числа участников, числа членов общественной палаты? Может быть, там, наоборот, излишек людей? Или, вы только что сказали, не хватает рук? Смотрите, вот сейчас уже есть процесс в том, что там 45. Я думаю, так и должно быть, потому что, если мы дадим всем решать сразу голосовать, то это будет, ну, это будет просто олигархия, так сказать. Там, друг, каждый будет слабирать свои интересы. Должно быть 45 избранных, назначенных народом, а остальные должны помогать, потому что общественная палата принимает все, может взять весь район, даже консультанты-эксперты, чтобы решать вопросы общественные. Вот как раз институт консультантов-экспертов меня интересует. Я так понимаю, как раз-таки там ограничений на число нет. Нет. То есть 45 человек — это люди, которые непосредственно активнейшим образом действуют, влияют на жизнь общественной палаты и, в идеале, на жизнь района, да, через свое участие в общественной палате. А консультанты-эксперты — это люди, которые как раз-таки при желании могут оказать влияние на работу отдельных комиссий. Правильно? Могу сказать сразу. Думаю, мои коллеги согласятся в общественной палате, с которыми мы вместе работаем. Консультанты-эксперты — это такой же полноправный член, как и члены общественной палаты. Разница только в голосе, голосовать по решению, когда коллегиально требуется. Он такой же участник, он также решает совместно с членами общественной палаты. Я даже больше скажу, он даже иногда больше делает то, что вопросов занимается, такой активный, чем иногда члены общественной палаты, которые иногда, к сожалению, могут перегорать. Ну, чем хорошо, допустим, консультантам. Я всем нашим членам, кто приходил к нам сдавать документы, всем говорил, что, уважаемые ребята, что быть консультантом, оно даже комфортнее, потому что, если ты член общественной палаты, не приходишь на заседание общественной палаты, не выполняешь какой-то определенный регламент, не берешь на себя там обязательства проведения круглых столов, то постепенно тебя могут исключить из этих рядов. А консультант у тебя более такой мягкий режим, более рваный, более удобный и не такой жесткий. Ну что же, последний, наверное, остается вопрос, мы достаточно подробно объяснили нашим зрителям, да и мне его тоже объяснили, как вообще выглядел этот процесс. Осталось только одно, выяснить, когда будут результаты, когда будет завершен подсчет голосов и когда, наконец-то, общественная палата третьего созыва проведет первое уже свое заседание. Смотрите, первое, это был не вылевый выбор, это был день единого рейтингового голосования. Народ просто показывал рейтинг за своих кандидатов. Мы, как избирком, не подсчитывали итоги голоса, потому что у нас было в руководстве то, что мы просто организуем, проводим, чтобы вы были честны, без всяких агитаций, во время процесса людям, извиняюсь за прямое слово, не вешали лапшу на уши определенные люди. Мы это все опечатали при СМИ, если не было единство в инфо, и сдали в область, кто именно за это отвечает, за формирование. Это общественная палата Московской области. Рабочая группа. Отдельная группа. Да, специальная по избе, по выборам. Сдали человека, который нас курирует в руки. И они там все считают свое муниципальное образование. Я думаю, через месяц-два. Потому что они сразу все считают, все муниципальные образования нашей Московской области. То есть, в общем-то, летом у нас уже от третьего созыва общественная палата выберет нового председателя и начнет уже работать. Да. Ну что же, спасибо огромное, что вы к нам сегодня приезжали. Довольно актуальный вопрос рассмотрели, так как общественники уже начали действительно большую роль играть в жизни нашего общества. Очень плотно взаимодействуют с администрацией. Да вообще, с кем только не взаимодействуют. С правоохранительными органами, с медициной, образованием, со всеми. Так что, повторюсь, спасибо огромное, что приезжали. Спасибо. Уважаемые зрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о выборах в общественную палату третьего созыва. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели. Или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. На их официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи. И там же адрес электронной почты. С вами был Святослав Савенков. До встречи и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова